Ребята, всем привет! На фоне меня находится тот самый легендарный автовоз, ребята, да, тот самый автовоз, он уже выехал на автобаны Германии, колеси. Ребята, прошел техосмотр, все в порядке, все хорошо, в него было вложено почти 10 тысяч евро, ребята, только в ремонт 10 тысяч евро, не говоря ничего о штрафе. Штраф еще, кстати, не пришел, так что информации про штраф нет, а может быть вообще ничего не будет, может быть штрафа не будет, может быть все обойдется устным замечанием, все может быть, все может быть. Так что, ребята, ну этот выпуск будет посвящен мне, моему бывшему, так сказать, автовозу, на котором я работал. Полную историю о том, что как я попал вообще с этим автовозом, вы можете посмотреть у меня в плейлисте «Работа на автовозе», там есть два ролика с историей именно, как что произошло и как что решилось. Так вот в сегодняшнем выпуске, ребята, про этот автовоз уже больше рассказывать не буду, я хочу вас познакомить с новым автовозом, на котором буду работать. Продолжение следует... Да-да-да, ребята, это Scania R420 на максимально высокой кабине, оцените эту красавицу, блин. И, кстати, оцените видосик своим лайком обязательно, я старался монтировать для вас такое шедевральное видео. Итак, давайте покажу вам поближе, расскажу, салон тоже заглянем, покажу, он очень интересно сделан, обновили интерьерчик. Смотрите, что у нас по плюшкам есть, по свету, у нас все горит, все моргает, это уже хорошо, это круто, что все работает. Машина 2007 года, миллион восемьсот пробег, родом она из Болгарии, работала она в Болгарии, в болгарской фирме. И сейчас она работает уже в литовской фирме, как видите, по регистрации, точнее по номерам. Что скажете, ребята? Блин, ну пушка же вообще бомба, Scania. Да, она старенькая, но она офигенная. Не знаю, как она еще едет, но предыдущий водитель сказал, что едет она очень даже классно. Девяносто три километра бежит, но говорит, надо аккуратнее, потому что можно попасть на радар. Ребята, рекомендую всем программу Blitzer. По Германии хорошо очень радары показывает, это на айфоне. А если не ошибаюсь, на андроидах, это Комсам, по-моему, если так. Я, ребята, если честно признаюсь вам, не ездил на высокой кабине более трех лет. Тут как из гиртеки ушел, так езжу на низких кабинах. Завтра, конечно, будет очень интересно стартануть на этом величестве, так сказать. Это же автовозос на высокой кабине. Да, сейчас много будет завистников, будут в моей компании хейтить меня. Ой, что все такие моментики. Но, ребята, я честно признаюсь, что я заслужил. Я заслужил, я столько много рассказал про компанию, где я работаю. Многим помог, многих это бесит. Что поделаешь, без хайтеров никуда не денешься, никуда не денешься. Что, давайте приступим, наверное, по быстрому беглому обзору. Итак, смотрите, наверху козлить у меня не получится, не работает козление сверху. Что-то там неисправно, поэтому сверху мы не козлим. Это даже упростило мне, так сказать, головоломку по поводу того, что как-то что козлить, как это все возить. То есть сверху козление не работает, так что сверху мы будем ставить одну за одной машиной и все. Низ у нас козлица, то есть здесь все без проблем. Козлица все гидравликой. Минус этой установки, что вот необходимо будет ставить стопорак. Выставил высоту и ставишь стопор. Надо будет каждый раз бегать и ходить смотреть. Ну, это как было в Риме, например. В Риме я так делал. Прицеп у нас стандартный, чем-то похож на Казберер. Если я не ошибаюсь, супер транс. То есть где два кузнечика или тот же самый Интага ТТ. Всполнены вот эти вот две оси. То есть это стандартный обычный прицеп. Это не чайник, это стандартный автовоз. Автовоз, который может загрузить на себя, ну, предварительно 8 машин. Фонари все в классном состоянии. Смотрю, все классно помыто, чистенько. Трапы не знаю, алюминиевые не доставал. Ну, надеюсь, не сильно тяжелые. По упорам все окей. По ремням также все окей. Смотрите, у нас где располагаются рычаги управления. На резиночке. Рычаги все есть. Все хорошо, все в порядке. Тоже все будем тестировать попозже. Может быть сегодня, а может быть не сегодня. Как я уже захочу, как у меня будет настроение. Пока у меня настроение есть смонтировать вам это видео. Смотрите, прикол, здесь установлен электропривод, наверное, гидравлики. Вот так вот, наверное, скажу. Может быть неправильно. Смотрите, в общем, эту кнопочку, ребята, нажимаем. И вот срабатывает насос. Все, работает насос. И сейчас одновременно я потяну рычаг. То есть я тяну рычаг на себя. Я вот включаю. Видите? Как все двигается? Офигеть, да? То есть я могу управлять, не заводя машину. Ну, то есть, понятное дело, что будет аккумулятор садиться, но типа на какие-то такие быстрые моментики приподнять. Вот видите? И вот оно поднимает. Вообще классно. Ребята, ну вам же всем интересно, что уже расположено внутри. Это же такая сканья. Я про нее вам так рассказываю, что она очень такая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Неконец-таки я получил машину, на которой, надеюсь, мне будет комфортно работать. Мне еще не привычно, что можно сесть на пассажирское сидение. Полный рост, можно как-то встать. То есть я еще как-то не привык. Давайте перебираться внутрь. Буду вам показывать интерьер. Так, все открылось. Во, Испол. Лучшая школа в Польше. Во, Ва из Польши, короче. Во. Ва из Польши. Открылся в автошколу. Код 95. Все дела. Так что, ребята, кто захочет получить код 95, обращайтесь. И, конечно, скажите уже, что от меня получится. Плюшки. Начинаем с левой двери. У нас здесь всякие примочки для очистки ковров, пластика, стекол, натирание плаками и всеми делами. Жилетка. Жилетка на случай, если резко нужно выйти из машины. И, ну, как бы на автобане это происходит. Предыдущий водитель сказал, на ступеньку обувь не ставь. Ну, типа, если стоишь, то окей, можешь ставить. Ну, а на ходу не ставь, потому что вода попадает очень сюда весело, бодро. Поэтому была постелена вот такая вот тряпочка, на которой уже есть мусор. Но она для этого и сделана, чтобы на нее ставить обувь, ребята. Как видите, какие здесь у нас ковры. Как вы видите, как у нас здесь сделана дверь. То есть, вы уже понимаете, что кабина будет вот в таком стиле. Очень классненькая, да? Здесь есть сцепление, ребята. Здесь полуавтоматическая коробка. Меня они прям преследуют с этим сцеплением. Но здесь, благо, нужно нажимать только при трогании. На ходу больше ты не нажимаешь. Один раз нажал, когда тронулся, и все. По поводу бомба люка или рундучка, кому как нравится. Видите, хоп, потянули. Здесь открылось. Место нахватает. Омывашка. Найки. Вот такие вот Найки я себе купил, если кому-то не показывал. Может быть, даже, да, не показывал. Что-то там 130 евро. Это типа как Air Max по 270-ю версию. Но это какая-то прям... Типа что-то, короче, из новых моделей. Не по классике. Чайник, видите? Кстати, ребята, да, с чайником. Такая проблема, что и инвертором я не могу подключить пока что. Потому что здесь уже установлен инвертор. Есть установлен. Но на 800 ватт. Мультиварку тянет, а чайник не тянет. Но, думаю, вот, может быть, буду греть в мультиварке воду. Да и все, блин. По поводу сиденья, ребята, регулировки все классные, бомбические. Вообще выключать можно сиденья спускаются. Здесь также все работает. Здесь как-то электро или воздух. Не знаю, я еще толком не разбирался. В движении тоже подушки и сиденья кожаные. Просто бомба. Блин, ребята, не знаю, как будет здесь летом. Жарко или не жарко. Буду я потеть, не буду потеть. Но посмотрим. Дай бог, смотрите, доработаем до лета. Она еще будет работать и работать эта машинка. Итак, что, идем в салон дальше. Самая главная зона. Зона управления автомобилем. Водительская зона. Смотрите, какое классное, офигенное кожаное сиденье. Два миллиона, видите? А вот оно чуть-чуть только просиделось, промялось. Опять-таки, посмотрим на ходу, как оно. Просто я очень чувствительен к хреновым сиденьям. У меня потом спина начинает болеть. Руль немножко подуставший, но уже типа якобы перетянут такой вот кастомной обшивочкой. Гляньте, какая у нас приборочка. Прямо типа не супер свежая, но не сильно, конечно, колхозная. На Мерседесе было куда хуже. Хотя, может, я, по-моему, был такого же года. Ткань опережала в этом плане у них по дизайну тоже той самой блин-панели. По поводу климата, ребята, не знаю, работает авторежимы или не работают авторежимы. Тоже все посмотрим, потестируем на ходу. Не было времени. По поводу Vibast. С Vibast какая-то херня. Сегодня перестала надуть нормально. То есть, как бы вчера днем она вот еще работала, все окей, все хорошо. Вечером тоже работала, ночью работала, утром начала пищать. Какая-то фигня и не работает Vibast. Не знаю, в чем проблема в ключе. Как мы сегодня будем ночевать, так же интересно. Ну, это вот, что касаемо вот этих таких нюансов, мелочей. Ну, и самое большое вот минус, что Vibast какая-то херня. Места под воду есть. Под воду здесь типа есть как под кружку. Ну, термокружка, наверное, сюда вот очень хорошо так зайдет. Потому что моя обычная с ушком не пролазит, не пролазит. Это что касаемо водительского комфорта. Кстати, классную тему увидел здесь. Смотрите, чтобы подвинуть сидение, вдруг вот оно мне мешает, я его хочу подвинуть. Например, хочу я поднять спальник. Нужно в обычных машинах, например, откидывать вот вперед сидение, спинку саму, чтобы приподнять спальник, чтобы там не цеплялась, например, постельная. В скане придумана вообще классная тема. Есть педалька, вот здесь такая педалька. Я нажимаю ее вниз, и кресло вперед уезжает. Все, место есть, я могу смело поднимать, двигать там, что хочешь делать. Короче, это очень классно, что вот есть такая педалька. То есть не надо рукой лезть вниз даже. Я просто захочу подвинуть сидение, я могу просто отсюда вот нажать педальку, и все будет чики-пики. Тахограф установлен старого образца, ну, и даже какой-то тахо-таймер, как он работает ХЗ, завтра посмотрим. Что скажу, ребята, 2008 или 2007 год? Седьмой. И даже рация, так что буду пытаться, может быть, даже ее включить, как-то запустить. Пробовал, она вот включается, но никаких дальше там, типа, выборов канала нет. Может быть, уже там нащелкано, может быть, я еще что-то нащелкаю. А, CB, AM, FM, хер его знает, что там надо делать, не знаю. В общем, что-то здесь да нащелкаю потом. Обратите внимание на отделку, ребята, вот у меня вся кабина в такой вот отделке. Ну, якобы кожа, не знаю, типа, кожзам, дермантин какой-то. Ну, то есть под кожу сделано, с такими пуговками, типа, такого вот плана. Ну, это очень классно, стилево смотрится, стилево, есть второй спальник, на котором у меня все мои вещи. Не знаю, как я без него вообще жил, но теперь у меня есть второй спальник, и здесь у меня будут храниться мои вещи, которые не влезли в бомболю. Здесь также стоит у меня холодильник, он у меня будет в режиме именно морозильника, потому что я сейчас пытаюсь кушать правильно, не кушать всякие сосисочки, а готовить как бы из мяса. Мясо храню в замороженном виде, потом размораживаю, сколько мне нужно. Вот, так что я вот сделал именно этот холодильник под заморозку. Внизу есть обычный холодильник штатный, в котором есть также морозильник, но морозильник такой слабоватый. Так что у меня здесь чисто морозилочка. Смотрите, здесь есть полочка, здесь по центру есть небольшая полочка, еще одна небольшая полочка, где там всякие мои гаджеты. Под документы также есть полочка. Здесь тоже есть полочка, там шапки. Здесь огромный ящик, тоже под все мои гаджеты. Слишком много полок для гаджетов. Для гаджетов, вот. Здесь у меня всякая кухня, кухня, видите, каши, оливковое масло. То есть вот так вот мы питаемся, ребята, такими продуктами, видите. Храню ложки, рекомендую вот в таких вот покупать штучки для хранения для спагетти. Очень удобно. Раньше Фринглс хранил, а сейчас вот в такой штучке храню. Хорошее, хорошее приобретение. Здесь у нас с вами, ребята, плохо работают, кстати, газовые упоры. Считаю, что они вообще не работают. Надо новые заказать. Как заказать, правда, фиг его знает. Косметички, косметички, косметички. Вот, здесь чисто по уходу за собой, так сказать. Есть даже скакалочка, видите. По поводу пассажирского сидения, оно также кожаное. Я думаю, здесь реальная кожа. Здесь, ну, не будет прям типа дермантин какой-то. Это, наверное, реальная кожа. И они даже не перешиты. То есть вот они в таком состоянии. Столика здесь не хватает на панели. Очень, конечно, не хватает. Есть зеркало, ребята, есть зеркало. Наконец-таки у меня в грузике есть зеркало, чтобы я мог с утра даже посмотреть на себя, а не его открывать окно, на себя тянуть из зеркала и смотреть, как я выгляжу. Очень удобно. Кстати, интересный еще ящик, типа для документов или чего-то такого. О, как, короче, в самолете так опускается. Вообще прикольно так. Реально, как в самолете. Так, оп, опустился. Его можно, так и замыкать. Установлен у нас здесь инвертор. Есть даже вот штатная розеточка. Все под цвет панели. Очень, кстати, бодренько. Сейчас заряжается дрон. Мультиварку пока вниз поставил. Там готовилась. Кстати, приготовился ли мой, типа, якобы плов или нет? Мы сейчас с вами заодно проверим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, плов готов, ребята. Будем есть. Ну, как-то так. Переобретение, так сказать, новенькое тоже взял для машины. Вот такого вот плана. Тройник с индикацией заряда аккумулятора. 3 USB-A, 2 Type-C. Очень даже классно. Это у нас спальная зона. Видите, да, какой классный салон. Сложно передать его цвет. Он такой вот. Короче, как у меня в Audi, ребята. Как в Audi. Ну, вообще, нарядно, ребята. Наконец-таки я в кайфовых условиях. Вот реально. Вот три года работал на автовозе. В таких низких кабинах. То есть у меня потолок был бы вот здесь вот. Вот здесь все. А здесь же... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Познакомил вас со своим новым другом, так сказать, новым автовозом. Придумаем ему название обязательно. Как-то его назовем. Буду планировать, что буду работать с коллегой, который работал на нем по 4 недели. 4 я, 4 он. Меня устраивает график. У меня маленький ребенок. Предстоит еще ремонт в квартире. Нужно быть дома тоже почаще. Так что, в принципе, 4-4 очень даже было бы круто.